А вот я сейчас хочу всех поздравить с праздником, потому что сегодня международный день театра. В театре что самое главное? Актеры, конечно, и режиссеры, и спектакли, но еще и костюмы. А у нас в студии руководитель проекта лаборатории одежды Иван Масаков. Доброе утро. Доброе утро. Вы создаете костюмы, те самые образы. Доброе утро. Да, у нас в лаборатории создаются костюмы, театральные костюмы. И поэтому с праздником вас 55-й раз в этом году отмечается Международный день театра. Спасибо. Ну вот это необычный формат, наверное, единственный, не то что в городе, в стране, такой швейный каводкинг. Расскажите, как появилась идея и как все там происходит. Да, действительно, в стране это первое сочетание. На самом деле то, чем мы занимаемся, это совсем не новая профессия создания одежды, одежды для сцены, для театра. Это давно уже, сколько театр существует. Да, вместе с театром и появилась. Да, но у нас что интересно, это сочетание. Во-первых, то, что у нас создаются театральные костюмы, это работают действительно мастера, художники над созданием. Но плюс к этому у нас еще есть швейный каворкинг. Ну то есть каждый может прийти и принять участие? Прийти участие, принять, освоить опыт наших мастеров, которые там работают, то есть непосредственно увидеть процесс создания и... Самостоятельно в нем поучаствовать? Да. Ну нет, конечно, когда мы создаем костюмы для театра, для заказчиков, мы это профессионалы. Да, да. Вот расскажите, пожалуйста, о постановках, которым вы готовили и готовите костюмы. Этот месяц был очень насыщенным. Мы за месяц выпустили три спектакля. Это серьезно, могу сказать. Ну явно работали без выходных, наверное. Ну без выходных, да, еще и допоздна, и некоторые даже оставались ночевать там для того, что... Ну когда сроки горят, а в театре происходит не всегда, как запланируешь, и когда уже премьера... А премьеру никто не отменял. Приходят режиссеры и говорят, а боже, у нас там вот уже... Ну это не от нас зависит, мы делаем свою работу хорошо. Вот, три спектакля. Это был фестиваль музыкального искусства, современного музыкального искусства от «Авангарда» на наших дней. Он проходил в Бармитажном театре. Но, наверное, исторически... Опера Бартока, герцог «Синяя борода». Исторические костюмы, наверное, интереснее все-таки создавать. Какие вот образы вам ближе? Что интереснее? Лично мне ближе исторические, да, образы из 19-го, 18-го века, потому что эти костюмы, они наделены какой-то особой красотой, которая любого заставляет восхищаться. Но при этом, если брать все костюмы, то балетные имеют свою специфику. Расскажите, чем они отличаются? Балетные отличаются тем, что должно быть золотое сочетание комфортности артиста и красоты внешнего вида. То есть балетный артист, он много двигается, у него очень активные движения, вот, и ему должно быть очень удобно в этом выступать, в первую очередь. Ну и нельзя забывать, что он на сцену выходит и какой-то образ создает. И, то есть, этот костюм, он должен дополнять этот образ, подчеркивать, в общем, ну, это вот в этом. А вообще большой у вас состав, вот в вашей лаборатории сколько сегодня человек? У нас, помимо меня, работает еще шесть человек. Художник, она же модельер, конструктор и портные. И также вы проводите мастер-классы, лекции, то есть, на самом деле, любое, у кого есть желание научиться, вы их обучаете? Да. Более того, что обучаемые, они еще могут прийти и работать там после обучения. И приобщиться, опять же, да, в создании технических образов. Ну, специально выделяем время, просто есть рабочее время, когда мы работаем над выполнением заказов. И потом вечером еще проводим такие мастер-классы, курсы. А вы же музыкант, я вот не могу не спросить, почему решили сделать швейный каворкинг? Как так получилось? Курсокройки и шить, я? Да, да, так? Так ли это? Да, я музыкант, просто я творческий человек, и я работал в музыкальном театре, вот. Вот, и поэтому мне все время импонировало вот этот театр, образы, все это, мне очень все время нравилось. Вот, и так получилось, что во мне всегда была идея создать что-то полезное, не только для себя, но и для других людей. Вот, и швейное дело, швейное дело, но я думал, что людям интересно. Хотелось мир сделать немножко красивее, вот, и одежда интересовался. Ну и главное, что тут не только одежда, тут еще и дизайн, и история, и театральное искусство. Да, просто делать швейный каворкинг, это с точки зрения бизнеса, ну, я заранее увидел, что это нерентабельно будет, поэтому нужно дополнять чем-то. Ну, должен быть заработок какой-то, вот, и поэтому все соединилось, да, и получился очень интересный такой творческий проект, и люди, которые работают, они довольны, все, кто к нам приходят, тоже видят это, им нравится. Естественно.